Добрый день, коллега! Много ли людей пришло на акцию? Дети от 5 до 14 лет. Также учат правильно вызвать скорую помощь, если кому-то из взрослых стало плохо, чтобы им там поверили врачи, чтобы такие прислали компетентную бригаду для оказания этой помощи. Для взрослых здесь работают также терапевты, они измеряют давление, учат гипертоников, гипотоников, как себя вести, если они себя плохо чувствуют. И самая главная локация, их тут две, они поделены, потому что желающих очень много, показывают, как оказывать помощь, то есть как возвращать человеку дыхание, как вести себя, если дыхания этого нет, как делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Почему это сделали сегодня именно на вокзале? Давайте послушаем представительницу Красного Креста. Мы приехали сюда специально из Черкасской области, конкретно на это мероприятие. Сегодня Всемирный день противодействия торговли людьми. И такие мероприятия проходят в каждом областном центре. Их цель – дать знания и информацию, которые смогут защитить нас от этой проблемы 21 века. Это был синхрон не совсем представителя Красного Креста, это был синхрон мамы, которая приехала сюда с дочкой из Черкас, чтобы посмотреть, как оказывают помощь, научить свою девочку тоже помогать взрослым и детям, если такое случится с ними в детском садике. И вот теперь все-таки я прошу дать прямую речь председателя Товарищества Красного Креста в Киеве о том, почему именно на вокзале сделали такую акцию. Этот захист выник неспонтанно. Такое мероприятие появилось неспонтанно. Мы наблюдали, что на вокзале большое скопление людей и очень много случаев, когда люди теряют сознание. Окружающие не знают, как правильно предоставить помощь. Поэтому наша задача продемонстрировать минимальные стандарты предоставления первичной медицинской помощи до приезда кареты скорой. Эти активности здесь, локации будут до обеда, и мы здесь остаемся с оператором. И будем обновлять, то есть вспоминать навыки оказания первой медицинской помощи. Тимофей. Инесса, спасибо большое за информацию. В Киеве на Центральном вокзале проходит акция под названием «Ваша безопасность. Наша забота», где рассказывают, как оказать первую медицинскую помощь. Проходит мастер-классы для родителей и детей, психологическая поддержка и консультации врачей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова